Полина, мне очень приятно здесь на фестивале мы вместе с вами познакомиться. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы стали актрисой, как вы попали в театр Антаганки, все ваше образование, как вы познакомились с Юрием Владимировичем. С Юрием Владимировичем Назаровым, будем немножко с последним вопросом стараться отвечать, с Юрием Владимировичем Назаровым связаны три четверти моей жизни, потому что это крестный отец в искусстве. И в 1994 году на фестивале «Мереховская весна», где Юрий Владимирович познакомился с моей мамой, заслуженной артисткой Людмилой Мальцевой, и сразу возникла какая-то творческая, прекрасная, возможная программа по поэтам, по кинофильмам, песням из кинофильмов. И вот эта программа продлилась почти четверть века, поскольку моей мамочки уже, к сожалению, нет, и я надеюсь, она за нас радуется, мы продолжаем ее дело и в концертной деятельности, и в преподавательской, потому что мы с Юрием Владимировичем не только концертируем, по всем городам и весям, за рубежом и по всей нашей стране. И потом я уже стала принимать участие, мы уже концертировали втроем, мамочки сейчас не стало, к сожалению, и мы продолжаем ее дело, приверженность к классике, к русской и к нашему великому гимнатографу, концертируем, преподаем. У нас два курса актерского мастерства в двух разных вузах, и мы стараемся, так же, как и они преподавали, нести дальше это дело. А если говорить о моей, так сказать, ориентации на актерское мастерство, это совершенно все было спонтанно, потому что я собиралась, у меня уже документы лежали без пяти минут в МГУ в филологическом факультете, я с отличием заканчивала лицей специализированный. И, в общем-то, видела себя именно по этой стезе, несмотря на то, что моя семья, она как раз художественно-актерская. У меня, с одной стороны, по папиной линии все живописцы, это народный художник России, академик Василий Кириллович Итайло. Ну, все вы знаете, наверное, букварь старинный, где Ленин на Красной площади, это его картина, которая висит в историческом музее, и также его работы в Тертиковке, и во многих музеях мира и нашей страны. А бабушка, тоже народный художник, Мария Владимировна Савченко, и, в общем-то, папа, заслуженный художник, дядя, тетя, в общем-то, и мне, в общем-то, это передалось. Я тоже член Союза Московского Союза художников, а с другой стороны, мама, которая актриса, которая последний курс Царева в школе малого театра, и наследие, это великая радость и великая ответственность, потому что надо было соответствовать такой семье. Но я решила поступать в МГУ, и в последний год буквально, когда уже надо было выпускаться из лицея. Какой-то был примерно год, вспомните, пожалуйста. Да, пожалуйста, это 99-й год, это юбилей Александра Сергеевича Пушкина, и наше всё, наверное, приложило в этом плане некоторую руку, если можно так фигурально как-то сказать. Но я стала дважды лауреатом, обладательницей гран-при, чтецкого конкурса чтецов ступенек Пушкину, и после этого наши педагоги, которые доценты, как наранауками, сказали, мы в этих вот книжных шкафах, иди поступай, тебе же дано что-то. И очень неожиданно, совершенно неподготовленный, когда уже закончились конкурсы набора студентов, абитуриентов в Манхате, в ГИТИСе, остались только Щукинская, Щепкинская. Я туда совершенно случайно, будучи лауреатом этого конкурса чтецов, подала свои документы. Среди школьников. Ну да, это просто по выпуску из школы, конечно. И поступила к удивительному педагогу, профессору и актеру, народному артисту России Юрию Михайловичу Абшарову. Он играл в Золотой плеяди театра Сатиры вместе с Мироновым, Папановым. Если вы помните Жених Фигаро, то он там с Мандолиной все время ходит, играет. Вообще удивительный артист, человек, его называли рыцарь театра, потому что такого совестливого отношения и любви к искусству, наверное, не встретишь сейчас, наверное, особенно в современном мире. Мне посчастливилось. Мамочка его еще знала по филармонии, потому что они работали по филармонии в разных... Ну, кстати, я чтецкий отдел, и мама была Юрия Михайловича Абшарова, и она говорит, вот кому с закрытыми глазами, это Юрию Михайловичу. И пройдя у него курс обучения, мы выпустились, и я выступаю с завидной периодичностью в три театра сразу. Это был первый театр Поглазова, потому что это замечательный актер и режиссер Вахтанговской школы. Потом это был театр Виктюка Романа Григорьевича, и он тоже там сразу занял и начал водить во все спектакли. И классическая ситуация. Я пошла помочь своей однокурснице, потому что я уже никуда не показывалась, у меня уже два театра, но куда еще. Я пошла помочь своей однокурснице в театр на Токанке. Смотрела Юрия Петровича Любимова, он всегда сам все отсматривал. И после нашего показа он, мы показали, кстати, отрывок с моей однокурсницей, и я спела казачью песню. Вот после казачьей песни он пригласил спуститься в зал, пожал мне руку, говорит, крепко руку пожать. Я говорю, ну музыкалка за плечами, так и шутилась. И он так внимательно на меня смотрит, все-таки человек, знаете, за ним почти век был за его плечами. И смотрит и говорит, ну что, прыгнешь с 10-метровой вышки, я в смысле, ну ведешься, говорит, за два дня в спектакль Владимир Высоцкий с песней «Чужая талия». То есть спектакль, который был создан спустя год после смерти Владимира Семеновича, его друзьями и коллегами, который был запрещен, который потом, ну вы эту историю наверняка знаете. И туда он как бы был закрытый, и вдруг меня туда вводит основатель театра с песней «Мужской», «Чужая колея», и я ее выучиваю. Я говорю, не волнуйся тебе, Шопен же повал. И Анатолия Васильевна. Анатолия Васильевна. Анатолия Васильевна. Я цели намечал свои на выбор сам, А вот теперь искли не выбраться. И вот с этой песней под аккомпанемент замечательных актеров «Золотого века» Таганки Анатолия Васильева и Ниталия Шоповалова с легкой руки Юрия Петровича. Я вожусь буквально за два дня, потому что обычно новых актеров вводят уже после отпуска, осенью, а тут я еще, как говорится, с завершения сезона текущего. Вожусь буквально за два дня, и Юрий Петрович подноверяет. Чтобы явно кого-то заменили. Нет, это был вот именно его такой творческой волей определен, и я никого не заменяла. Это была новая песня в этом спектакле. Опять же повторяю, что спектакль был абсолютно личным, кулуарным. И это были, что так сказать, дань памяти была его коллег Владимира Семеновича и соратников, друзей именно. Потому что спектакль не воспринимался так, что это память Владимира Семеновича, а был диалог, живой диалог с ним. И это так Юрий Петрович живо и тонко подметил, и мне было большой ответственностью и счастьем везти сюда, потому что до этого никто не вводился. И вообще это был закрытый такой спектакль о памяти Владимира Семеновича. И вот с этого момента началось мое служение на этих легендарных подмостках в театре на Таганке. И Юрий Петрович доверил мне почти весь репертуар и называл меня паровозиком, говоря, что я везу весь репертуар, поэтому я паровозик. Вот такое он прозвище давал некоторым актерам, и у меня было такое прозвище в связи с тем, что действительно весь репертуар был как-то доверен. Я пришла на замену, буквально вот на этой неделе не стала удивительной актрисой, Марии Витальевны Полиции Маковой. Я пришла на ее репертуар, на ее роли, начиная с жены, в «Добром человеке из Сизуана», с чего начался весь театр на Таганке, где она бессмертно играла. Она играла в «Хрониках Шекспира», «Герстаги Нью-Йоркскую» и «Картишуцу», она играла «Кормилицу» в «Медеи», она играла «Амалию» в «Жевалый доктор» в спектакле. И вот на все эти роли я пришла, и потом было радостное соучастие, потому что Юрий Петрович занимал и меня, и ее в новых спектаклях. И «Горе от ума», где я играла, Лизенка, она играла. Удивительный диробесмент был, когда она выходила в спектакле. И дальше был «Замок Кавки», сказки по Диккенсу, Оскару Альду и Андерсену. То есть мы как бы все время шли вместе на сцене. Это удивительный человек. Вот ее не стало на этой неделе, а она так поддержала, она передала мне так внимательно все роли. Она расписала в тетрадочке все партитуры, и мне буквально в ладошках это все передала. И, конечно, то, что Юрий Петрович доверил репертуар от 14-летней Марианны в Тартюхе до 60-летней герцогини Йоркской в Хрониках. И я застала еще этот золотой век таганки, как сказал Смехов, рисовав своих коллег в театре. То есть это, конечно, большая наука, большое счастье на нас валилось. И я бесконечно благодарна семье и моим учителям, начиная с мамы, с папы, продолжая. Лариса Васильевна Белорусовна, которая потомок декабристов учила меня фортепиано. Потом Шаров Юрий Михайлович, потом Любимов Юрий Петрович, это Роман Григорьевич Виктюк. Это все те удивительно преданные своему искусству люди, которые чувствовали душу того, к чему они были верны и к чему неизменно следовали. Это вот как у Ермуловой выше просит душа. И этому девизу меня учила мама, как выпускница школы Щепкинского малого театра. И, конечно, вот этот лозунг я ему стараюсь следовать. И мы с Юрием Владимировичем Назаровым, возвращаясь к началу нашего вопроса, мы стараемся это передавать нашим студентам и опыт, и какие-то духовные ориентиры. Потому что без духовности, без нашего великого наследия, культуры, литературы, драматургии, кинематографу невозможно идти дальше. И если они этих культурных кодов не знают, как говорил Рокоссовский, без знания прошлого нет будущего. Мне кажется, что обязательно нужно передавать это горящее знание, как Малер говорил, что традиция – это не карпение над пеплом, а передача огня. И поэтому, безусловно, это нужно передавать, знать и любить. Ведь любовь все объединяет, как говорил Сергей Радонежский, любовью и единением спасимся. Так, тогда давайте, это очень интересно, а что, по-вашему, есть культурный код? Вот, в вашем понимании. Ну, опять же… Служное философское понятие, которое в устах различных культурологов обретает различные смыслы. Ну, я стараюсь не полемизировать с культурологами, потому что они достаточно глубоко и скрупулезно изучают эту тему. Мы как предотвратники, как играющие тренеры, если хотите. Потому что я считаю, что профессия наша, и это Юрий Владимирович говорит, скоропортящаяся. Ее нужно здесь и сейчас чувствовать. И если мы вдаемся в теорию, то мы не сможем студентам передать этот живой огонь. Потому что все должно быть здесь и сейчас. Ведь актерская профессия – это желание и интерес. Это возможность выходить и делиться со зрителем. Ведь для зрителя мы все работаем. И, конечно, как завещала моя мамочка, она уникально, удивительно несла слово, классическое, русское слово. Она несла со сцены, как и Юрий Михайлович Авшаров, как и Юрий Петрович Любимов. Он гениально читал стихи и чувствовал это. И также и Виктюк чувствовал поэзию. Понимаете, какие-то настоящие люди, они это чувствуют каким-то совершенно абсолютно неповторимым чутьем и кодом каким-то. Передают это. Знаете, как Роман Григорьевич говорил, главное найти ход, когда будет все понятно. И тут же я хочу привести цитату Паулы Волковой, которая говорила о гениях так, что гениальный человек – это тот, который может выйти за рамки повседневности и современности, а который выходит за эти рамки, тот и остается в вечности. Я абсолютно с этим согласна, потому что они… Да, иначе не будет творческой оригинальности. Конечно. И чего-то настоящего, чего мы все ищем, алкаем, жаждем, это же такая важная составляющая нашей профессии. Она не только теоретически, она практически делится со зрителем здесь и сейчас. И опираясь на классику, на наши культурные коды, в смысле наследия нашего, литературного, культурного, мы это должны все знать, в гарниле в своем как-то перерабатывать. И, конечно, в педагогической деятельности это все доносить до студентов, а в нашей профессиональной деятельности, вот, концертной, фестивальной, мы делимся этим со зрителем, ради чего мы, собственно, живем. Потому что наша профессия такая… Расскажите, пожалуйста, Полина, о вашей замечательной маме, что у нее получилось в театре, что у нее получилось в кинематографе, потому что, к сожалению, имя, ну, совсем не самое громкое. Она, к сожалению, ушла. Это вот тот случай, когда человек уходит на взлете и совершенно неожиданно, и непоправимо, и неправильно. Человек, который вообще не болел ни разу, даже не имел карты в своей поликлинике городской, да, где она даже обратно написана. То есть, ну, вот, бывает так, у врачей такие какие-то недоразумения, так скажем, в практике. Любила Васильевна Мальцева. Последний курс Царева, как я уже сказала, Школа Малого Театра. А так она была с 16 лет на профессиональной сцени. Начинала она в Павлодаре, в Театре Чехова как раз. Мы сейчас выступали в Театре Чехова в Йелте. Она в Павлодаре, но ей повезло, потому что там тогда были все, так скажем, сильные носители той удивительной, настоящей школы театрального искусства. И поэтому и речь, и понимание профессии она принесла именно с этих профессиональных подмостков, сразу играя ведущие роли в Театре Чехова в Павлодаре. Потом она поступает в Чеховское училище, заканчивает курс вместе с Душенко, Каменковой и застает мастера. Вот как-то, знаете, так вот пересечение судеб у нас получилось. Потому что она была последним курсом Царёва, а мы были последним курсом, где я училась, последний курс Абшарова. Вот так мы застали мастеров на излёте. Но в Италии именно ту самую, какую-то необъяснимую, но абсолютно сердечно приверженную страсть к профессии. Это истово. Потому что Людмила Васильевна Мальцева, она всю жизнь посвятила сцене. И не было ничего, кроме этого. А, то есть кинематографа не было? Нет, кинематограф тоже был, но это тоже актёрское искусство. Естественно, сцена как чтец, как актриса, как исполнитель. Вот с Юлей Владимировичем Назаровым у них была потрясающая, замечательная программа. И включающая в себя поэзию и прозу золотого века нашей литературы, начиная с 19-го, заканчивая уже 20-м веком. Она гениально читала отрывки из Тихого Дона, даже сам автор и его сын, и потом его внук отмечали то, что действительно... И даже Юрий Владимирович всегда это подчёркивает. Казалось бы, знаете, такое ревностное отношение того золотого века кинематографа, когда была экранизация Герасимова и Тихого Дона, там была Кириенко, там была Хитяева, Быстрицкая. И они даже, несмотря на... Юрий Владимирович тоже отмечает, что несмотря на женское какое-то такое, знаете, ревностное отношение, они признавали его Аксинью, которую она читала, и как и сам автор. Но в итоге Аксиньей стала Быстрицкая. Нет, но Быстрицкая, во-первых, была и по годам немножко, как говорится, по более высокого возраста. Но вот то, что в чтецких программах Людмила Васильевна подавала этот материал именно чтецким таким образом, это вот отмечал и сам автор Тихого Дона, и Голосашов, и его сын, и впоследствии его, и, собственно, коллеги. Это тоже дорогого стоит, когда коллеги при знании чувствуют эту какую-то подлинность. Также Людмила Васильевна была первооткрывателем, одна из первооткрывателей, и доносила одна из первых слов великого поэта 20 века, который был заслужен в свое время забыть, Павел Николаевич Васильев. И сейчас, кстати, его юбилейный год празднуется, его тоже... Ну, сколько мне известно, он то ли был репрессирован, то ли умер от пьянства. Около 37-го года. Он был замучен во дворе рекордской тюрьмы, он был расстрелян после перебитого позвоночника, выбитого глаза и так далее, в возрасте совсем не ходу. И это такая вот судьба поэта, который закончил дни и вытворили портовскую тюрьму. Буквально не дожив до третьего десятка. Ну, в общем, это бывает у нас. И творчество, естественно, было на какой-то момент забыто. Началось с возрождения в 90-х годах, и как только это возможно стало... Собственно, моя мама, она немножко даже, я хочу рассказать такой факт, она даже немножко уплатилась в карьеру за то, что она этого поэта читала. В каких-то было примерно годах концерт освещением стихов Павла Васильева? Ну, это было... Мама читала его с 80-х годов. То есть тогда как раз вы едва родились на Белый Швец. Да, ну и, собственно, я это помню очень хорошо и ярко. Как всегда мама репетировала, ходила, учила. Она ходила, она всегда вообще, всегда была в пути именно познания, именно учения, потому что она и культуралка-следователь, она и дипломант-сорвоны. Она всегда была в пути познания. Она всё время ходила, училась у педагогов по вокалу, по звучащему слову. Это вот какой-то такой неостановимый процесс. Юрий Владимирович Назаров не даст мне соврать, потому что когда в 94-м году создался этот дуэт, у них литературно-музыкальные программы. Кстати, Шиловский, Север Шиловский был режиссёром первой программы «Сколько счастья, сколько муки ты любовь несёшь с собой», «Романсы», «Литература» нашего золотого века и серебряного века. И вот они эту программу он им поставил, вот они с неё начали. А потом вот была программа, посвящённая Павлу Николаевичу Васильеву. Потом была программа, в которой мы записывали тройной диск «Золотые страницы Тихого Дона» собственно по Виколосаду Шишолуху. И диски включали в себя и звучащее слово, и ведь в романе больше полусотни песен прописаны автором старинных казачьих. То есть программа включала в себя и это культурное, фольклорное наследие. Ну и, собственно, мамочка, конечно, привила мне ту ответственность, которую мы несём перед зрителем, перед студентами, когда мы её подаём. И вот, говоря о культурном ходе, мы стараемся это передавать в том каком-то звучании исконном, насколько мы это чувствуем, исходя и заручаясь поддержкой нашими педагогами, нашими мастерами, с которыми судьба подарила общение. — Замечательно. А всё-таки с ролями Вашей матушки повезло в кинематографе или не очень? — Да, к сожалению, последней ролью... Там было много предложений, но уже, увы. Последней ролью, которую она сыграла, это была кинокартина «Земля Эльзы», где Печерникова и она оказались последними участниками. То есть это были их последние работы, и они вот даже на премьере уже, увы, не присутствовали. А так начала она с «Сибириады» Андрону Кончаковскому. И, кстати, сказать, что нам посчастливилось нашей семье дружить с Натальей Петровной Кончаковской. И моей папа переводчицей, ну, я уж молчу про внучку и дочку, да, дочка Кончаловского, внучка Сурикова, основательницей такой удивительной династии. Андрон Качаловский, Андрей Качаловский, Никита Михалков. И вот она пригласила моих родителей, папу и маму, я была тогда в нежном возрасте, жить у нее на Никольной горе. И они вот достаточно долгое время, буквально там зимы, там жили, папа писал, и у папы остались замечательные, удивительные работы Никольной горы, медовые комнаты Натальи Петровны Кончаловской. Сейчас это все уже перестроено, этого уже ничего нет. Но это такой был удивительный, там Дача Качалова рядом была, тоже он написал. Это такой удивительный средь эпохи, и ментальный, и культурный, и импрессионистский какой-то, потому что это впечатление, которое получено всю жизнь. Даже я, будучи в каком-то таком совершенно нежном возрасте, я это абсолютно помню, как она мне дарила свои книги, как она все время звонила, и как они общались с мамой. Ну, в общем, это было очень яркое впечатление, смотря на года, я это все хорошо запомнила. Как это была овчарка, которая бегала между сугробами в этом прекрасном поместье. Вот, а потом была «Сибириада», и это была первая роль у Андрона Кончаловского. И, конечно, было достаточно много фильмов за ее творческую карьеру. Это и сериалы, и фильмы, но сейчас много всего это перечислять. Кстати, вот хочу сказать, что когда была инсценировка, экранизация второй раз по «Молодой гвардии» она там играла, ее даже сравнивали с Раневской, потому что, казалось бы, небольшие эпизоды, но они были такие яркие, как у нее запоминались эпизоды. Человек актерской, творческой, театральной, чтецкой, киндер-энфической судьбы очень совестливый, потому что она чувствовала, тоже, как и мастера большие, чувствовала суть профессии. Это важно, потому что сейчас очень все нивелировано, потому что много очень соблазнов, много коммерции. Ну, да, известно, в Америке нельзя говорить то, что ты актриса, потому что там актриса любая официантка. Это вообще известно. Ой, пожалуйста, мы же с вами только что услышали. Но, тем не менее, вот те какие-то постулаты, которые, наверное, извече-то должны быть лучше каждого, кто истово предан профессии, они были. И этому мы стараемся тоже соответствовать. И вот я неспроста начала разговор о том, что мы с Юрием Владимировичем стараемся это передать и в своем творческом пути театрально-концертном, фестивальном и федагогическом студентам тоже. С Ваш позволения, а теперь самый нескромный вопрос. Как у Вас дружба с телевидением, дружба с кинематографом? Что-то получилось? Ну, постараемся. Спасибо большое, да, что Вы спросили. В основном подходят люди, они узнают по сериалам, казалось бы, сериалам, да, но, с другой стороны, это исторический контекст. Время на съемки, но мы старались передать историческую эпоху. Это Институт благородных девиц. Первый сезон. Да, сериал 260 серий. Второй сезон «Тайна Института благородных девиц» — это 250 серий. Потом были, опять же, вот, работы, по которым люди узнают и подходят, это «Цвет черемухи». Кстати, я хочу, опять же, знаете, все, как бы возвращаясь на круги своя, когда был кинофорум международный. За роль в «Цвете черемухи» я потом была номинирована на лучшую женскую роль. И для меня это очень важно. При Владимирском дворце была как раз эта церемония, как несколько лет назад. Так что для меня это тоже знаково, потому что мы сегодня опять в Ялте, опять с теми же прекрасными учредителями кинофорума. Надеюсь, что традиция эта продолжится. А так, конечно, буду верной женой, господа Головлёва. Ну, в общем, в принципе, так около полусотни убирается родители. Так, стоп, 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 стоп. Ну, что, значит, мы так в поле пронеслись в мимоотворчество. Я бы с удовольствием вас, конечно, перебил. Ваша героиня в «Институте благородных девиц», в «Господа Головлёвых», в других сериалах, что вы назвали? В «Институте благородных девиц» это была не Чапаренко. Я вам даже скажу курьезную историю. Мы приехали, а поскольку сериал транслировался и в Сербии, и в Черногории, и когда мы приехали в Черногорию, я плыву, значит, по такому уже прекрасному теплому умарю, как здесь. Я плыву, значит, в Черногории. Выныривает передо мной сербико и говорит, я тебя, по-сербски говорю, я тебя знаю, ты, говорит, не Чапаренко. А там рядом, а мы отдыхали тоже в героине этого сериала. И вы меня заинтриговали тем, что вы, и сериал снимался в Сербии, и вас... Сериал снимался у нас, но последующие показы были и в Сербии, и в Черногории, причем неоднократно. И удивительный был курьезный случай, когда мы отдыхали тоже с исполнительницей одной из главных ролей, директора Института благородных девиц, ее играла Ксения Хаирова, мы отдыхали в Черногории. И мы плывем в утреннем море, и вдруг перед нами вспрыгивает сербка и говорит на сербском, я тебя, говорит, знаю, ты не Чапаренко, а там на берегу отдыхает госпожа Соколова, которую играла, собственно, Ксения Хаирова. Вот такая всемирная известность получилась благодаря этому сериалу. Это объемная была работа, потому что первый сезон вмещал в себя 260 серий, второй сезон 250, тайное института благородных девиц. И, конечно, это была, как я уже сказала, работа, несмотря на то, что это сериальные режимы и коронометраж, но мы старались туда внести со всей душой какое-то соответствие эпохе, нравам и статусу тех выпускниц. Для меня это личной приверженностью, потому что моя прабабушка заканчивала институт благородных девиц. В водах Головлевых я играла ей проксеюшку, тоже удивительная, драматически насыщенная роль. И для меня это тоже была работа очень какая-то совестливая. Я к ней готовилась, учитывая вообще весь слог. Какой слог, какой язык у Салтыкова щедрена, какая палитра, какое отношение и видение жизни человеческого духа, действительно. Потому что видели наши классики, как и Чехов, в театре которого мы сегодня выступали тоже. Ну и так вот, как я уже сказала, на фестивале «Вместе», который здесь был, была роль Зои в «Свете черемухи». По этому фильму тоже очень много подходит и благодарят. И для меня это так дорого, потому что людям это близко. Они чувствуют какую-то сердечную привязанность. И они, это как-то, вы знаете, до сих пор, вот вы не поверите, до сих пор пишут и письма касательно Чапаренко, в Иститут Благородный Девиз, ну как там у нее все сложилось. И вот касательно моей Зои в «Свете черемухи» говорит, ну как у вас там со Степаном, с моим мужем кинематографическим, все хорошо. То есть вот то, что люди пишут как реальным персонажем, реальным людям, не как персонажем, а как реальным людям, это, наверное, вот именно та атмосовая бумажка, когда роль заходит в сердце, она не оставляет равнодушным. Это так важно, и мы для этого работаем. Мы же для зрителя существуем в нашей профессии. Поэтому это большое благо и радость, и когда подходят, узнают и как-то благодарят за эти моменты. Глупый вопрос. Ваша героиня в фильме дожила до своего замужества или нет? В «Свете черемухи»? Да. Ну, а также в «Институте благородных девиц». Ну, в «Институте благородных девиц» мы же только выпускницы. И вот я как уже сказала, что опыт моей прабабушки тоже мне помогал, потому что это все-таки это статус, это речь, это повар... Ну, это совершенно другой мир, который, как у Булгакова, да, этот дивный мир, который завораживает. А в «Свете черемухи» это уже более близкий к нам контекст временной, исторический. И, конечно, было радостно, что у героини все сложилось, все хорошо. И с мужем, несмотря на все перипетии, все дрязги, это людям и нравится, потому что они приходят, они за это благодарят, они за это переживают, они пишут письма, чтобы все случилось хорошо. Как людям нужно веры, вот не хватает в хорошее, в доброе, и в любовь, и в веру, и в надежду. Вот неспроста мы празднуем этих святых, вот скоро сейчас будет праздник опять, да, осенний. София, мудрости, вера, надежда, любовь. На этом все изъеждится, мне кажется. Ну, это, наверное, просто здорово. Так, ну и ваши планы смелые в совокупности в творческом дойке с Юрием Владимировичем. Последний вопрос, после этого мы благодарим всех тех, кто помогал на съемках. Помогает мне тоже замечательный артист Виктор Рябов. И вот я сегодня неспроста сказала со сцены, что, поскольку Виктор Николаевич работает в театре имени Чехова в Москве, а сегодня мы выступали в театре имени Чехова в Ялте. Это тоже связь, как говорится, благодаря Антону Павловичу. И, конечно, надеемся на то, что Юрию Владимировичу Назарову будет многое блага лета, и в творческом смысле. Хотя он совершенно... Ну, ваша его любимая роль в кинематографе какая? Андрей Рублев, конечно. Андрей Рублев. Потому что это откровение, это удивительное, прозорливое внимание через века, благодаря Андрею Тарковскому, Андрею Васильевичу, и Юсову, который это снимал. Сейчас вот у нас такие технические возможности, а тогда же этого ничего не было. И как это подано, как это... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok